Всем привет, друзья мои, с вами снова Костя, и сегодня у нас будет опять новая рубрика! Это будет рубрика сравнения разных кухонь мира. И сегодня, угадайте, какую кухню мы будем сравнивать? Вот вы можете уже угадать, на самом деле, сейчас. Ну ладно, не будем долго тянуть, у нас будет батл между грузинской и корейской кухней. Поехали! Ну, на самом деле, такое активное приветствие я сделал только ради того, чтобы привлечь ваше внимание. Если честно, я обожаю и корейскую, и грузинскую кухню. Я был в Грузии три раза, и каждый раз это просто было гастрономическое путешествие в эту страну. Я влюбился в грузинскую кухню. Ну, а в Корее, вы сами знаете, я долго жил, и поэтому, конечно же, люблю корейскую кухню всем сердцем и душой. И мы просто будем сравнивать некоторые позиции, которые для меня показались немного похожими. И это будет интересное сравнение, как все-таки кухня видоизменялась с развитием цивилизации. Во-первых, посмотрите, как упаковывают корейские кухни. Зато я скажу так, грузинскую еду принесли гораздо раньше, чем корейскую, хотя заказывались они в одно и то же время. Ну, ладно. На самом деле, это будет шутливый батл, вы не стройте никаких выводов, какая кухня вкуснее, просто будет вкуснее. Да, в твою очередь, я просто хочу сказать, что корейская кухня мне тоже очень нравится, потому что мы ее пробовали на канале Кости, вы можете увидеть ее в видео. Давай начнем с хинкали, с пельменных изделий. Окей, пельменные изделия. В Корее, пельмени, ну, как корейцы называют, мандо, это закуски, а в Грузии? Это не закуска. Нет, закуска это, если там, пхали, например, или что-то еще, это прямо основное блюдо. Вот хинкали, это основное блюдо. У вас хорошо открывается все, у нас как будто бы... Так, я просто знаю, чего ожидать от того и от того, так что, выбирай ты, с чего мы начинаем? Ну, начинаем с хинкали, потому что для меня, например, это слишком очевидно. Знаете, как есть правильный хинкали? А я, как Корея, с истиной знаю. Можно сначала надкусить, чтобы сок не выливался. Да, и теперь мы пьем сок. Ммм, тут хинкали очень вкусные. Это хорошее и вкусное. Очень. Честно говоря, я не знаю, как бороться с этим. Ммм, да, это супер вкусно. Хинкали, это чит-код в данном соревновании. После хинкали можно заканчивать. Ну что, бери палочки. Давай, давай. Я, кстати, всякий раз, я просто беру палочки вот так. Вот так. И мне казалось, что это удобно. Но Кёнха, когда это увидел, она надо мной поржала. Среди чем у меня возник вопрос, как их правильно брать? Я не знаю. У меня просто это от природы. Я вот так беру. А, подожди, это же по-другому ведь. Да, но у меня все цепляется. Все девочки цепляются. Так, ну давай попробуем. Все-таки это манду, пельмени корейские. Они с говядиной, насколько я понимаю. Потому что я заказывал сок коги манду. Это прикольно. Я бы мог пошутить, что я впервые пробую манду. Приятного аппетита. Я как истинный корейец, я не понял, зачем шутка. Почему мы так смеялись? Ну, на самом деле, достойно, достойно. Соус тут, конечно, как чит-кот. Знаешь, что мне не нравилось в пельменях корейских, когда я приехал? Ммм. Вот в хинкале все понятно. Тесто и мясо, вкусное мясо. Да. Ну и там, возможно, какие-то специи. Когда ты ешь корейские манду, а там... Когда ты ешь корейские пельмени, там, кроме мяса, очень много всего. Вот я не знаю, одной пожертвую. Ну да, я заметил, там овощи есть, да? Да, там очень много всего. Офигеть, офигеть. Тут даже макароны есть, лапша какая-то. Это нормально, это типа не пытался ресторан сэкономить, это просто такая рецептура. То есть для русского человека это, наверное, покажется мошенничеством. Но не знаю, то ли в Корее из-за того, что как бы мясо дорогое, оно действительно дорогое, то ли из-за чего-то другого, там рецептура вот именно такая. Но мне все равно нравится. Мне тоже очень понравилось. А еще если их пожарить, это будет невероятно вкусная закуска. Можно как раз потом попробовать. Кстати, о закусках. Ребята, кто не знает, мы с Марисен, Ираклием и Лерой Любарской решили сделать летнюю вечеринку, на которую сможете попасть и вы. Марисен придумал идею, у нас есть уже, наконец-то, и место, и музыка. У нас не хватает только закусок. Ну и... Ну, на самом деле, их Лера может взять на себя. Ну да. Давай я напишу ей смс, чтобы она купила закуски. Так, нормально. На нее сплавили все. На тени меди. Будет знать. Ага. Все, хорошо. Перевожу ей. Совсем недавно узнал об этом приложении, МТС Деньги. Я могу сделать Лере перевод просто по ее номеру телефона, даже не задумываясь, какой у нее банковский счет или мобильный оператор. Так. На. На. Закуски. Также, друзья, если вы хотите попасть на нашу летнюю вечеринку, то принимайте участие в конкурсе. Для этого вам нужно будет установить приложение МТС Деньги, а также выполнить пару простых условий, которые вы сможете найти в описании к этому видео. Окей, следующий лот у нас будет супчик. Давай. О, способы неизменные. Эти просто нереально выглядят вкусно. Давай ты проведешь экспертизу харчо, а я проведу экспертизу корейского супа. Он, кстати, называется Тянь-Дян-Чиги. Тянь-Дян-Чиги. Теперь че, я смогу ли я когда-нибудь в жизни повторить это? Экспертиза. Мне кажется, харчо везде харчо. Вкусный? Да. Ну, а этот суп, он в целом очень похож на корейский. Ой, я так понимаю, он с тофу, да? Он с тофу, с мясом, и он вкусный. Там еще вот грибы, видишь? Что тут похоже на грибы? Ой, грибы, я обожаю грибы. С розысками, ну вот с этим. Давай видим байдную систему. Что бы ты дал этим хинканин? Ой, вообще десяточка, мне так и не понравилось. Пять байдный. Ладно, пятерки. Пять. А пельмешки, наверное, не так. А четверочка? Четверочка. Лично я поставил бы обоим супам четверку. Четверку обоим? Я бы, наверное, обоим пятерку. Ну, харчо вкусное, но это не самое лучшее харчо, которое я ел. Ну, наверное. Самое лучшее харчо, это там, где мясо такое, знаешь, супер наваристое, разваливается. Мне очень нравится этот суп. Офигенный. Выучить бы его название Костя еще раз. Твен-джан-чиге. Твен-джан-чиге. Ну, норм. Кстати, я забыл сказать, что обычно твен-джан-чиге едят с рисом. И тут есть рис в харчо, да? Да, 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 да. А корейцы тоже едят все супы с рисом. И это гораздо вкуснее. На самом деле, сейчас будет немножко притянутое за уши в самом деле. Ну, да, ну, да. Потому что мне нужно было какую-то позицию, которая похожа. И была позиция, в грузинском ресторане была позиция сулугуни. Сыр сулугуни, свежий молодой сыр сулугуни. В корейском ресторане был тофу. А тофу это сыр из соева. Ну, соевый сыр, по сути. И я знаю, что они будут очень сильно отличаться по вкусу. Но почему бы... Но, по сути, он даже и не сыр, на самом деле. Ведь... Ну, да. Как мне объяснил Косево. По технологии, ну, да. Ты, наверное, мастер сыра. Так, ты грузин. Я буду стереотипно. Ну, это не самый лучший сулугуни, который я ел. Но... Норм. Норм. Попробуем. Ммм, мне нравится. Да? Да. Ну, за сыр я поставлю, наверное, четверочку. Да, четверочка. Потому что реально бывает вкуснее сыр. Угу. За тофу я бы дал четверочку тоже. Вообще, как мне показалось сперва, тоже четверочка. Но потом я подумал, что это реально среди всех тоф, которые я ел, наверное, самый вкусный был за всю мою жизнь. Только, наверное, потому что он жареный. И поэтому, может быть, и пятерку бы поставил. Ну, и четвертый лот у нас совсем уже не получилось ничего притянуть за уши. Поэтому я выбрал просто две вкусняшки. Вкусняшка со стороны Грузии это Аджаб Сандал. Вкусняшка со стороны Кореи это Токпоке. Ну, в общем, вот так вот выглядит Аджаб Сандал, если кто-то интересовался. Вот эта рисовая палочка, на самом деле, это и есть Токпоке. Тут еще много всего, что-то есть и пельмени внутри. Короче, это стоило вообще 800 рублей. Офигеть. А в Корее знаешь, сколько это стоит? Очень дешевле, наверное, да? Да, 150. Супер-эйжин вариант. А Аджаб Сандал это невероятно вкусная вещь. Да. Ой, а ты не ел? Наверное, лучшее, что можно сделать с баклажанами. Ну, кстати, наверное. Просто баклажаны по-другому я не очень люблю. С другой стороны, Токпоке это, наверное, лучшее, что можно сделать с рисовой мукой. Закусить возьми, потому что она такая самая 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 мукой. Что за консистенция? Это рисовая мука. Офигеть, мармеладка. Мармеладка. В Корее едят сладости из рисовой муки, горячие блюда из рисовой муки, супы с рисовой мукой, там, с клетками из рисовой муки. То есть рис, он повсюду. Ну, рисовая мука это круто, там нет глютена. Аджаб Сандал 5. Да, это очень необычная штука. Я не знаю, как это выглядит. За вау-эффекты, да? Ну, нет, там, конечно, вау-эффект, но с другой стороны, я думаю... Я поставлю всего даже 4. Типа, это, конечно, было вау, но потом я так подумал, что, типа, блин, это, конечно, очень крутой опыт, но это необычная консистенция, чтобы ее есть, например, каждый день. Так же, как и необычно то, что это потом еще и супер-остро. Давай подозначим, что тебе больше понравилось, что бы ты хотел сейчас доесть? Слушай, вот самый мой топ среди грузинской кухни, это всегда остается хинкаври, среди корейской кухни мне очень понравился суп. Ну, прям, почему-то я хочу доесть ток-поке, потому что вот я их, на самом деле, это не мое любимое блюдо, но их настолько редко ем, что каждый раз, когда я ем, для меня праздник. Хотя это самая дешевая еда в Корее. И аджопсандал из грузинской, вот аджопсандал, это прямо полезно и вкусно, и невероятно... Да, прямо последний раунд для тебя сыграл очень приятными красками. Да. Ну что ж, друзья, я надеюсь, это видео было аппетитное и оно вам понравилось. Если это так, нажмите большие пальцы вверх, также подписывайтесь на канал моего друга Ираклия, на мой канал. Ну, а мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.